Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем с Романом показывать вам и рассказывать о строительстве домов в Сочи. Также не упускаем возможность показать вам доступные земельные участки с неплохим, кстати, подъездом. Посмотрите, вот я подъехал, специально ставил машину, потому что это прям бетоночка. Мы находимся сейчас с вами в селе Бестужевское, это Адлерский район. Буквально до моря здесь километров, наверное, 6, может быть 7. И здесь участок земельный ИЖС с разрешением на строительство, поэтому смотрите видео до конца и очень интересная цена. Самое важное, это, конечно, подъезд и начинаем с коммуникации. Коммуникации здесь газ, здесь вода и, соответственно, здесь также проходит свет. Вот видите, подключены столбы, ну и, соответственно, здесь панорамный, ребят, вид на море классный. Сегодня у нас немножко сливается море, но вот это вот очертание, видите, это вид на море с дороги, на которой мы подъехали. Сейчас мы покажем немножко, где мы подъехали к земельному участку, он имеет небольшой рельеф. Здесь у нас три с половиной сотни земли ИЖС, и подпорная стенка стоит. У нас здесь уже подпорная стена получается вот в верх и в соседнем. Посмотрим, здесь более-менее так, смотрю по остаткам каких-то строительных материалов, можно спокойненько пройтись по нему и понять примерные границы, которые, я так понимаю, ну, наверное, аналогичны вот с этим вот углом, наверное, да, вот он, бетонный, идет сюда. Небольшой рельеф каскадом, но здесь ровная, получается, подушка, подпорная стенка стоит. Вот, и что? Три с половиной сотки земли, вид в сторону моря, со второго этажа будет туда панорамный вид, однозначно. Вид хороший, не сказать, что прям все, все плохо-то, а? Ребят, как вы? Смотрите, рядом получается парковая зона, и это хорошо, почему? Потому что, ну, можно расположить таким образом дом, что у вас окна могут не попадать, допустим, в зону соседей, и подъезд. То есть мы подъехали сразу с бетонки, идет ровная, нормальная дорога, которая отсыпана, можно в складчину сделать эту дорогу, можно не делать, это уже по наличию ваших возможностей. При этом здесь отрезок буквально, наверное, метров девятнадцать. Я показал, я же показал с самого начала, как тебе это место? Более чем? Нет, нет, тихо, спокойно. Более чем? Давай начнем сразу с особенностей строительства именно этого участка, сложно, не сложно, давай, что скажешь? Ну, смотрите, в принципе, здесь все нормально, бетон-насос у нас встает на дороге, дорога у нас тупиковая, соседи, по-моему, только один дом я увидел дальше, то есть, я думаю, что сильно не помешаем. Вот здесь, мне кажется, все-таки еще нарисовывается одна подпорная стеночка, то есть, заезд сделать, да? Делаем заезд, да, здесь подпорная стеночка, ступени, мы попадаем вот, получается, на ровную уже поверхность. Но подпорную стену, это можно чуть позже сделать, при желании, желательно, но попозже. Можно начать прям с основания строительства самого дома. По разрешению на строительство, сколько там дом? По разрешению на два этажа, 140 квадратных метров. О, это наш любимый проект, за 39 тысяч за квадратный метр, ребят, и получается, готовый можно здесь поставить дом за 5 миллионов 600 тысяч рублей. То есть, земельный участок 3,5 сотки, в тихом спальном таком месте, прям тишина, птички поют, с хорошей подъездной дорогой, соответственно, с красивыми видами и с наличием, самое главное, коммуникации. Газ, вот, свет, вот, вода здесь проходила, я вам показывал. То есть, и уже даже жилые соседи, которые здесь живут, не где-то отрезок в поле, до которого там поедешь, дороги смоет или еще что-то, да, Роман? В принципе, нормально, вот еще здесь ворота стоят, да, вот за этим деревом, кто-то будет строить, поэтому здесь очень даже неплохо. Давай, наверное, самое интересное, цена, цена, цена. А, цена земельного участка 4,5 миллиона рублей. Ребят, эта покупка, покупка земельного участка будет происходить напрямую, напрямую от собственника. То есть, мы никакие там комиссионные никуда не вкладываем, ничего, показываем вам, как есть, вы можете там напрямую с ними поторговаться и так далее. То есть, такая возможность, я думаю, что есть. По поводу именно строительства, я вам скажу, что мне тоже понравился земельный участок, потому что подъезд здесь нормальный, выровнен, он уже подготовлен, можно строиться хоть-хоть завтра, хоть вчера. Ну, и мы немножко покажем вам инфраструктуру села Бестужевская. Сейчас развернем машину и поедем, покажем вам дорогу. Поэтому оставайтесь. Так, ребят, мы развернулись, выехали только с Романом сейчас. Да, буквально где-то метров 30-40 мы от участка отъехали. И вот у нас есть здесь такой еще вот... Участок грунтовый. Да, промежуток грунтовый. Ну, в принципе... На легковой машине можно спокойно. Легко, да. Здесь тоже вот такие вот у соседей большие земельные участки. С этой стороны, смотри, лес вообще можно. А с этой стороны, вообще лес, да. То есть, например, для дачи вообще милое дело. Вот прям мне понравилось именно, знаете, вот как бы имея дачу загородную, то есть, куда-то уехал, там тишина, спокойствие. Мы сейчас, кстати, вот проезжаем. Покажи, какие виды здесь. Мы сейчас, когда будем спускаться, будет прям четко видно. Я думаю, что вам понравится. Ну, сколько здесь до асфальтированной дороги? Сто метров? Сто метров, да, примерно, да. Получается, сто метров. И вот мы уезжаем уже на основную асфальтированную дорогу, которую дорога ведет на Вардане Верина. И получается, сейчас поворачиваем влево и будем спускаться уже к центру села Бестужевска. И на лужи, ребята, не обращайте внимания. Они здесь не стоят. Сегодня был очень сильный ливень. Поэтому мы не стесняемся, показываем то, что есть. Тут как есть, так и показываем. Автобусная остановка. Опять же, видим свою впереди. С народным хозяйством, да? С коровами. Как везде. Какое село, так у нас. Зато ощущение такое, что ты не в городе. Корову увидел, все, ты не в городе. И смотрите, новый асфальтированный участок дороги, который относительно недавно сделали. И все это с шикарным видом на море. Просто все. Сегодня немножко она сливается. Но бывает, знаете, относительно расположения солнца, прям бывает такое синее, прям гладь. И посмотрите, какие здесь хай-теки построены. Да, продажи, я так понимаю, дома. Ниже 25 миллионов тут каменных домов нормальных-то и нет. Какие-то, может быть, попадаются каркасные дома потешевле. Но хорошие дома 25 миллионов примерно стоят. Сейчас мы спускаемся чуть ниже. Опять же, здесь ходят автобусы, ребята. Да, здесь ходит автобус. Да, и в принципе, перед вами уже видим магнит. Да, вот смотрите. Автобус еще, автобусная остановка и также магнит. Большой, кстати. А дорогу до самого Бестужевского мы снимали с интересным комментарием по поводу дистанционной работы по строительству дома. Можете посмотреть, мы его прикрепим в файл строительства. В общем, как вам такое предложение? 4,5 миллиона рублей доступны. С разрешением сразу строится. В общем, ребят, мы будем и дальше показывать вам интересные какие-то варианты. Если кто-то нас смотрит и у кого-то есть хорошее предложение по земельному участку в городе Сочи, если вы хотите продать, хотите, чтобы мы показали, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы вам поможем. В общем, до новых встреч, до следующего видео. Всем хорошего настроения. До свидания. Пока.